Всем привет, друзья! Сейчас мы с вами будем закрывать белые грибочки. Я вам ничего нового в рецепте не расскажу, потому что у меня рецепт на канале консервации грибов есть. Буду закрывать по тому же рецепту. А сейчас я вам просто покажу, как сделать так, чтобы грибочки остались в баночке вот такие вот прозрачные, белоснежные, красивенные. Ну, в общем, начинаем! Сейчас мы с вами будем закрывать вот такие красивенные белые грибы. Я уже закрыл. Есть еще, конечно, вот такие. Эти большущие. Мы сейчас с них будем вот эту мочалку снизу убирать, потому что она, когда сварится, она прям развалится по кастрюле и будет выглядеть ужасно. Я вчера уже закрывал, и вот такая вот красота получилась. Вот видите, какая красота светленькая. И сейчас я вам расскажу, как и сколько чего нужно добавлять, чтобы грибочки получились светленькие. Даже вот маслята, смотрите, вот такие большие. Рассольчик чистенький, и грибочки тоже очень-очень красивенькие, светлые. Если не сделать так, как я вам сейчас скажу, то у вас грибы будут темные. Но нужно, чтобы было не только вкусно, но еще и красиво. Конечно, я немножечко оставил маслят специально, чтобы вам показать, как это будет выглядеть. Вот смотрите, это маслята, и они вот такие белоснежно-чистые. Это один польский. Вот он тоже такой красивенный. Чтобы получились такие светлые грибы, нужно это не учитывать в рецепт, но это нужно добавить. Вот смотрите, я сейчас приготовил воду для варки белых грибов, и я сейчас сюда налью уксус. Он не учитывается в рецепт, он нужен просто для того, чтобы гриб остался белый. Вы сейчас в этой воде, то есть вы просто берете, вот здесь там произвольно 2,5 литра воды где-то, и вы сейчас просто берете и наливаете прям в воду, ну, может грамм 100 уксуса. Это не учитываем в рецепте. В рецепте уксус тоже есть. Уксус в рецепте... Я вам все напишу в описании. У меня есть отдельный ролик про грибы, только там я закрывал шампиньоны, то есть это культивированный гриб. А это лесной дикий гриб, который мы вот сегодня с Ванюшкой насобирали. Нам нужен уксус. Его можно лить прям в баночки, в пол-литровой по 25 грамм. То есть по столовой ложке. На одну баночку. Прямо сразу в баночку разложили грибочки и закатали. Ну, вы видите, какой ассортимент у меня сейчас баночек. Поэтому с баночками у меня ничего не получится. Я все ингредиенты, которые должны быть в банке, я буду сразу добавлять в кастрюлю. Из... У меня расчет идет рассола на литр воды. На литр воды нужна ложка сахара, ложка соли. Чеснок тоже можно ложить по баночкам. По одному зубку на пол-литровую баночку. Я тоже все кину в рассол. Лавровый лист или по маленькому кусочку в каждую пол-литровую баночку. Или несколько листов тоже сразу в рассол. Перец горошком. Можно в каждую баночку по 5 штук. А я кину там, ну, произвольно 3 десятка тоже сразу в рассол. И уксус. Еще раз повторюсь, что 25 грамм на пол-литровую банку. Из литра рассола получается 4 баночки пол-литровые. Это значит, что 100 грамм уксуса на 1 литр воды я вылью сразу тоже в грибы. Может, я вас запутал. Может, нет. Но это не сложно. Вот здесь грибочки проварились уже 2 раза. Я воду поменял 2 раза. Это чистая вода. Я сейчас закипячиваю. Добавляю все сюда. Оно прокипит 5 минут. И я раскладываю по вот таким разного калибра баночкам. И все. И закатаю. Кому непонятно именно, что я сейчас рассказал в этом ролике, ссылка на ролик с шампиньонами будет в описании под этим видео. Но все на самом деле не сложно. Я люблю закрывать, чтобы грибочки были целые. Но большие грибы не вместятся в банку. Поэтому большие грибы будут порезаны. Ну вот так. Сейчас вы все увидите, как я это все буду делать. Сейчас я сначала закину сюда. Пусть закипячиваются грибы. Вы должны понимать, что здесь уксус. Можно добавить еще ложку соли. Можно не добавлять. Я сейчас не буду добавлять. И сейчас погружаем грибы. Как только они прокипят, вода будет грязная. Воду сливаем. Заливаем. Моем грибочки. Ставим второй раз на газ. Воду не учить. Ну то есть объем воды не считаем. Сколько есть, столько и налили. То есть проварили второй раз. Слили. И когда уже наливаете воду третий раз. Вот третья вода это рассол. Третий раз я меряю. Ну уже каком-то или банками, или мерной кружкой. Вот сюда я налил литру. И вот сейчас буду исходя из литра добавлять все ингредиенты. Ну запутал, не запутал. Вроде нет. Начинаем. Еще вот хотел показать. Смотрите. Ну вот это стандартные переростки белой грибы. Ну то есть такие вот встречаются. Ну не скажу, что часто, но встречаются. Вот такой большой, красивый. Ну а вот такого, вот такого я никогда не видел. Посмотрите. Посмотрите на толщину, на толщину его ножки. То есть шляпка стандартная, а вот толщина ноги. Гляньте. Ты что это происходит? Такого я никогда не видела. И это молодой. Тут мочалка вот снизу еще не старая. То есть здесь даже вырезать нечего. Сейчас посмотрим наличие червяков. Ну вроде сейчас погода классная. Чистый. Видите? Идеально чистый. Просто кусок мяса. Прям красота. Фантастика. Вот так. Водички немножко перестарался. Сейчас нужно немножко отобрать. Вот так. Конечно, красиво он бы смотрелся целиком. Но где же такую банку взять? В ведро не закроешь. Вот так. Ну а из старых, из старых вот так берем и удаляем вот эту мочалку снизу. Я вам только что показал ускоренность. Сейчас покажу медленно. Потому что если сварить ее, она просто развалится и будет каша. Вот это. Но оно несъедобное. Оно на вкус такое же, как гриб. Но это радость. И пленочка. То есть у старого белого гриба пленка не полностью, ну вот так хотя бы с краю можно удалить. И все. Это стальное красота. Вот так. Видите, как отлично чистится. Отлично. Вот так. Тут вот еще. Угу. Все. Еще и черви собирались залезть. Но не залезли. Вот так. Все. Вот так от края. То, что удаляется. Удаляем. Все. Красивенное мяско. Чистое. Червей нет. Молоденькое. Оп. Все. Чистенько. Вот так. Все. Ну, буду дочищать. Удаляем. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Даже вот эти баночки... Это баночки, которые я покупал для горького перца. Вот в них тоже закрыл маслятки. Конечно, баночки маленькие, но для одного человека предостаточно. Ну а теперь переходим к белым грибам. Все, ребята, грибочки сварили в два раза. Ну то есть как бы в первой воде прокипятили минут 10, и во второй воде прокипятили минут 10. Сейчас делаем рассол. Я вам говорил, что водичке нужно ровно столько, чтобы были покрыты все грибочки. Я добавлю 2 литра. И уже из расчета 2 литра я буду добавлять все ингредиенты. На литр воды нужна ложка сахара. Сюда я добавлю 2. Раз. Два. Все. Вот так. Точно так же 2 ложечки соли. Точно так, как и сахара. Вот так. Все. Лавровый лист. Листик 2-3. В банки мы его кидать не будем, потому что он большими кустами. Ну то есть как бы целые листы. И перец горошком тоже. Не бойтесь, он у вас весь не уйдет. А так запах во время варки отдаст. Вот так. И чеснок. Я вам рассказывал, где-то 1 зубок на баночку. Вот тут получится баночек 6. Вот такое количество. Вот такое количество чесночка я добавил. Ставим на газ. Отмеряем уксус 200 грамм. Ну, миллилитров. И ждем, пока водичка закипит. И добавляем уксус. Ну, как бы покипит немножко. Добавляем уксус. Прокипело с уксусом чуть-чуть. И раскладываем. По баночкам закатываем. Я не укутываю. Вот так. Пока я готовил эту, у меня закипело. И вторая. Кастрюлька там, где есть резанные грибочки. Вот так. Все. Оно сейчас прокипит минутки 2. Три. Еще. Оно уже кипит минут 5. И тоже буду сливать. И подготавливать. И уже буду раскладывать по баночкам. Все, на самом деле, очень легко делается. Все, ребята. Грибы покипели минут 10. За три раза они прокипели около получаса. Может, даже чуть больше. Для маринования белые грибы должны повариться 30-40 минут. Вот в общей массе за три раза они проварились примерно столько. Водичка. Ну, как бы рассол чистый. Эти тоже вот выглядят отлично. Сейчас просто добавляю уксус. И доводим до кипения. Там сколько пройдет. До 200 грамм. А сюда 100. Если вам страшно и кажется, что рассола, то есть уксуса мало, можете добавить еще. Будут потом зимой немножко кислее. А если вы не добавите, тогда зимой можно еще, ну, когда с лучком, там, с подсолнечным маслом, можно уксуса немножечко долить. Но это на ваше усмотрение. Не повзрывают, не переживайте. Я не первый раз так закрываю, и они у меня стоят, и все у них хорошо. Все, доводим до кипения. Раскладываем по баночкам. Выглядит великолепно, будет очень-очень вкусно. Все, ждем. Ну что, ребят, все, я закончил. Вот такая красота у нас получилась. Хотел высокую баночку насыпать, но на нее не хватило. Вот закатал вот такую манесенькую. Получилось 9 баночек белых. Правильно? 3, 6, да, 9. И 5 маслят. Маслята тоже выглядят отлично. Белесенькие, красивенные. Укутывать не буду. Сейчас просто их в кучку сгребу. Ну, и пусть остывают до утра. Вот такие дела. Все, друзья. Всем большое спасибо за просмотр. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok